23 апреля 2018 года в РГПУ имени Герцена состоялся День карьеры. В рамках этого дня прошли мероприятия, направленные на знакомство студентов и выпускников с потенциальными работодателями. Так, в Белом зале ректор Герценовского университета Сергей Богданов встретился с руководителями крупных образовательных организаций, медиа и бизнеса. Торжественное открытие ежегодного профориентационного мероприятия для студентов и выпускников состоялось в Голубом зале. У председателя партнеров, которые прислали свои заявки, у председателя партнеров, которые пришли к нам, у председателя за то, что на самом деле мы не зрели, что мы воспитали тех людей, которые потребны в обществе, которые нужны конкретную работу дать, иначе будет хорошо нашим бизнесом. Начальник управления по связям с общественностью Андрей Тумалев отметил, что для Герценовского университета большая честь видеть в своих стенах лучших студентов и работодателей из разных сфер профессиональной деятельности. Одним из почетных гостей стал выпускник РГПУ имени Герцена, директор Академической гимназии номер 56 Сергей Данилов. Удачи всем нам в дальнейшем, поскольку мне кажется, что профессия у нас такая, которая всегда будет необходима. Ну а если наши выпускники и откажутся от нее, то будем довольствоваться тем, что все, что мы хотели положить в них и сообщить им, мы сделали. А они все равно так или иначе к нам вернутся, поскольку все равно все у жизни в педагогике и по-другому не бывает. Спасибо вам большое. Были подведены итоги конкурса репостов в социальных сетях. Призы победителям вручила руководитель рабочей группы «Центр по работе с выпускниками и содействию трудоустройству МОЗ» Светлана Владимирова. В дискуссионном и большом конференц-зале состоялись интерактивные площадки «Диалог с работодателем». Представители различных организаций рассказали о возможностях карьерного роста и провели мастер-классы по составлению резюме, прохождению собеседования, осветили основные трудности трудоустройства и рассказали об их преодолении. Участниками площадки стали такие известные компании, как Сбербанк России, языковой центр English Life, акционерное общество КПМГ, Международный образовательный центр по обучению английскому языку English First, а также Академическая гимназия номер 56. В завершении дня карьеры состоялся круглый стол на тему «Востребованный специалист в 21 веке». В традиционной ярмарке вакансий в Голубом зале приняли участие около 40 образовательных организаций и центров, государственных учреждений и крупных компаний, которые представили возможности трудоустройства и вступили в диалог с перспективными кандидатами. Пришла просто познакомиться, что есть у нас на рынке, какие есть вакансии. Ну вот я посмотрела центр Юниум, в принципе, я знаю, что у них можно в дальнейшем работать как преподаватель английского языка. Вот посмотрю пока это предложение. Я был на этой площадке, обошел некоторые стенды, пообщался с представителями разных компаний. В принципе, пару интересных предложений было. Возможно, я их еще рассмотрю. Но сейчас я еще тут покажу, я еще не все обошел. Может, я найду что-то прям очень интересное для себя. Мне в первую очередь интересуют образовательные программы. Вот, допустим, такие, как Учителя России здесь представлены, хоть они и для выпускников университета, однако сама идея поработать где-то два года в области или вообще в селе, где-то в России, достаточно интересная. Это потому что какой-то колоссальный опыт и поддержка. Вот, также познакомиться со школами Санкт-Петербурга, в которых в дальнейшем можно работать, получать практику. Работа по специальности – это очень важно, мне кажется. И поэтому такие мероприятия, они помогают уже на начальном этапе ознакомиться вообще с рынком труда и помочь студентам найти себя.